Здравствуйте друзья! У нас Светлана снова зачитывает вопрос. Уже как полгода работал на российскую компанию Outstaff Middle разработчиком. Разрабатывал достаточно хорошо для мерки Узбекистан. Поначалу, когда только начинал работу разработчиком, было очень интересно изучать новые технологии, методы разработки и тому подобное. Но в последнее время, когда иду на работу, меня посещают мысли о том, что я не готов так долго работать перед компьютером. Или, грубо говоря, не готов потратить свою молодость на кодерство. Иногда посещают меня мысли, будто я засиделся очень долго в одном месте. И что я что-то упускаю... Сейчас перелистну. Знакомые мысли, да. Очень важно я в своей жизни, сидя перед компьютером. И вот в такие моменты охота все бросить и уехать куда-нибудь с семьей или заняться чем-то другим. Может быть это просто влияние follow your dreams. Хотел вас спросить, что вы мне посоветуете делать в такие моменты по скриптам. Сейчас я занимаюсь английским, чтобы получить грант на обучение в регистратуру за рубежом. Ну, что ж тут скажешь. Значит, насчет follow your dreams. Так у него dreams никаких нету. Если бы он сказал, у меня есть мечта какая-то, да. Я бы ему сказал, надо добиваться. А он говорит, вот у меня какой-то позыв. Типа вот, иди со своей мечтой. А мечты нету. Куда ж теперь деваться. То есть, он понятно, что ему не нравится, а что ему дальше делать, он не знает. Ну, что ж тут сказать. Понимаешь, что получается? У него уже в 23 года, у него же есть жена, у него же есть ребенок. То есть, даже вот когда он говорит, что он поедет учиться куда-то, да. Он хочет грант получить на образование там в другой стране. Это не то же самое, что парень молодой, 23 года. А это уже человек, у него жена и ребенок. Да, вот как я тоже, 23 года, у меня была жена и... Мы же не рассматривали вопрос, что один человек выезжает. Мы рассматривали вопрос семьи. Да, да, семью. И он тоже семьей, наверное, рассматривает. Ну, если бы он на обучение, то же у нас и нет. Ну, они там есть обычно для семейных, есть там общежитие, там, я не знаю. Но тяжело втроем, конечно. Вот. Поэтому, что тут сказать? Значит, начинать надо с тобой, что ты хочешь. Обучение. Конечно, сам по себе такой опыт, как обучение в другой стране. Даже ты не знаешь, к чему это тебя приведет. Но, в общем-то, всякий новый опыт создает какие-то новые идеи, какие-то новые возможности. Ты знакомишься с людьми. И это само по себе может во что-то вылиться. То есть, когда ты не знаешь сам, чем заниматься, ну, займись чем-то. Вот, типа, например, учиться там в другой стране. Это очень здорово. То, что он пока что учит язык, чтобы там куда-то поехать, это тоже очень здорово. Это никуда у него не убежит. Вот. Если ему не нравится кодерство, вот так. Вот есть люди, которые от кодерства, тем более в таком возрасте, у них крылья вырастают, и они как-то счастливы этим заниматься. Бывают люди этим занимаются, и в какой-то момент наступает пресыщение как-то, и так далее. У меня тоже был такой момент. Я когда после института работал там в КБ, я занимался цифровым дизайном. И поначалу я просто скакал и напевал там, и мурлыкал. Вот. А потом как-то мне скучно стало. Я не знаю. Ну, ну, не хватало. Да, вот в том месте, где я работал, мне не хватало. То есть, наверное, я мог бы пойти в какое-то более серьезное место, там, где, может быть, более сильные команды с какими-то проектами серьезными. Я бы тогда увлекся. Потому что то, что мы там делали, это была рутина. И вот эта рутина меня как бы убивала. То есть я, с одной стороны, понимаю. Ну, с другой стороны, я бы сказал так. Если он понимает, что его там напрягает, значит, он должен открытым быть к каким-то новым возможностям. Или по бизнесу, или по, не знаю, по найму и так далее. То есть, чем больше он открыт, чем больше он ждет чего-то, тем скорее оно подойдет. И, конечно, было бы намного лучше, если бы он знал, чего именно он хочет. Но тут не всегда знаешь. Тем более, он, на самом деле, очень молодой еще. И неплохо, что он, на самом деле, находится уже в хорошем месте. То есть, у него хорошая профессия востребованная. Он зарабатывает, он может содержать жену и ребенка. То есть, у него уже очень-очень много есть. Он, может быть, не ценит сейчас этого. Потому что оно есть, и потому что оно как-то вот так на него упало. Без того, чтобы он бился за это. Оно так естественным образом получилось. Может быть, он, лишившись этого, начнет ценить как следует. Я не знаю. Но, во всяком случае, для возраста в 23 года, это очень нормально. Это очень типично. И я ему пожелаю, чтобы, значит, все сложилось. Вот. Надо просто пахать. Надо пахать. И надо жить в охотку с удовольствием. Если ты не живешь с удовольствием, конечно, надо что-то делать. Счастливо. Счастливо.